Привет, друзья! Сегодня нам с вами проведут экскурсию по технологическому предприятию, которое производит продукцию для, наверное, самых незащищенных наших граждан, для инвалидов. Это бионические протезы. Эту тему и сами протезы мы уже как-то затрагивали в интервью с Константином Дебликовым. Если не видели, то посмотрите. А сегодня мы в гостях у компании «Моторика», которая как раз-таки производит эти протезы, и посмотрим, как их производят. Помогать в экскурсии нам будет непосредственный владелец одного из таких протезов, Илья. Вот так у них принято. И он нам проведет вот эту самую экскурсию, познакомит с этим предприятием. Пойдем. «Моторика» существует 8 лет и занимается производством механических бионических протезов. Сегодня это одна из немногих российских компаний, которые могут конкурировать своей продукцией на мировом рынке. Быть может, вы считаете, что протез, в том числе и бионический, это не так уж и сложно. Я не буду спорить на эту тему, потому что сегодня мы помимо экскурсии по производству поговорим об очень сложных разработках, которые позволят в недалеком будущем вернуть утраченную вместе с конечностью чувствительность. И используя протез, человек будет ощущать как минимум размер и твердость предмета, который берет протезом. Но об этом чуть позже. Начнем со станции киборгов. Это первое, с чего все начинается. Видите, написано «Станция киборгов». Это может быть такой шоу-рум или как вы его называете? Это станция активации киберлизье, где наши пользователи получают свои киберпротезы и в первый раз пробуют сделать что-либо с помощью протеза. То есть он приходит, человек, и прям может сразу что-то под свой размер, может быть, подобрать? Нет, под размер не получится подобрать, потому что все протезы делаются индивидуально под каждого человека. Но здесь происходит встреча с пользователями и выдача непосредственно уже готового изделия в виде протеза. У меня на руке тягово протез руки. Он работает за счет специальных тяг. Их 5 штук по числу пальцев. Когда я сгибаю сустав, тяги натягиваются и приводят пальцы в действие. Также есть возможность фиксации пальцев. Это нужно для того, чтобы приносить тяжелые пакеты сумки свыше 5 килограмм. Ну, чтобы ты распрямить мог запястье, и они не... Да, и они не открылись и продолжали держать пакет. Также здесь есть специальные напалечники, которые позволяют взаимодействовать с емкостными экранами телефонов. Сюда встроены специальные графитовые нанотрубки, которые генерируют микроэлектроимпульс и позволяют управлять смартфоном. Также еще есть смарт-часы для того, чтобы отслеживать свою активность, считать, сколько бассейнов я проплую. Кстати, с этим протезом можно плавать. И буквально вообще новая находка. Я адаптировал магниты для того, чтобы, например, можно было бы вот так крепить телефон и снимать контентик, и удобно пользоваться телефоном. Мне вот интересно, почему ты пользуешься механикой, а не... Бионикой? Бионикой. Ну, я начинал с механического протеза, потому что я долгое время не протезировался, и когда человек не использует никакой протез, происходит трансформация тела, то есть мышцы неиспользуемой руки начинают атрофироваться. Если посмотрите на мои руки, то увидите, что они разного размера. И когда я пришел в компанию моторика «Получай протез», конечно же, хотел самозаряженный бионический протез с десятком функций, на что мне сказали, что, к сожалению, мне не могут его восстановить, потому что сигналы с моих мышц очень слабый. Для того, чтобы их натренировать, как раз нужен тяговый протез для того, чтобы ходить и потренировать свои мышцы, делать функциональный схват, и со временем натренировать до такой степени, что можно будет переключиться уже на бионическое протезирование. Мне, например, удобнее больше тягового, потому что он легче, с ним можно плавать, в нем не так быстро устает рука, и самое главное, что для меня плюс тягового протеза, это скорость сжимания пальцев, потому что в бионическом протезе... Лак какой-то происходит, да? Ну, не лак, они просто работают чуть медленнее, потому что это мотор. А сами по себе медленные. Да, но у бионического протеза есть большое преимущество по сравнению с тяговыми протезами. Это возможность делать различные жесты, не знаю, там, козу, щипок, клас. Жест с подстаканник. И самый, наверное, главный плюс бионического протеза, это в том, что он более тяжелее, чем тяговый. Соответственно, он восстанавливает недостающую массу руки, а это уравновешивает, в свою очередь, позвоночник и все группы мышц. И более сильный схват. То есть, если бионическим протезом схватить тебя за руку, скорее всего, ты скажешь, ой-ой-ой, мне больно, мне больно, больно отпустите. В России, исходя из закона, любой человек с инвалидностью должен обеспечиваться техническим средством реабилитации. Но для этого тебе нужно сделать индивидуальную программу реабилитации. А чтобы сделать индивидуальную программу реабилитации, нужно пройти ряд врачей. Многие просто пользователи начинают игнорировать вот этот момент, что мне вроде как положена льгота, но ничего делать он не хочет для того, чтобы получить эту льготу. Тебе нужно пройти медицинскую комиссию, которая скажет, что в вашем случае можно установить бионические протезы. То есть, это та же медико-социальная экспертиза? Да, да, да. Но это и называется медико-социальная экспертиза, пройдя которую, ты получаешь индивидуальную программу реабилитации и, соответственно, бесплатное протезирование в любой протезной компании. А вот у нас еще есть Александра, который пользуется как раз-таки бионическим протезом, причем каким-то таким красивым, я бы сказал. Ты пользуешься постоянно им, то есть бионическим именно? Ну, практически, да. Я пользуюсь им, скажем так, в бытовой, в жизни, в обычной. Если я занимаюсь, допустим, спортом, то я не использую бионический протез, потому что у меня очень агрессивные все виды спорта, и я просто боюсь его сломать. Ну, например, цирковая акробатика. Я очень люблю воздушную акробатику на пилоне, на полотнах, и там очень велик риск того, что я его ударю об снаряд или что я сама упаду. И поскольку это самая дорогая вещь, которая у меня когда-либо была в собственности, я, естественно, не рискую. И также, если я знаю, что, например, на улице будет весь день ливень, и я не захочу брать с собой зонт, то я тоже его оставлю дома, потому что он боится воды. Ты так и травмировалась на спорте? Нет, я родилась без руки. А, ты родилась, то есть у тебя родилась, понятно. И, а, ну, то есть ты пользуешься, значит, с какого возраста вообще получается? Мой первый протез я получила в полтора года, но это был косметический протез. Они похожи на руку внешне, но они вообще не двигаются. Их единственная функция, да-да-да, это эстетика, и их нельзя даже согнуть, то есть у него даже проволочного каркаса нет. Вот настолько он бесполезный. Но в моем детстве, к сожалению, не было красивых каких-то протезов других. Были только такие, поэтому вот я жила именно с ними всю свою жизнь. И пять лет назад получила первый бионический. Только пять лет, да? Да, я была первым самым пилотом-испытателем бионических протезов моторики. Дело в том, что я не знаю, насколько это правильно или неправильно, но сама я ученый, я окончила химический факультет МГУ и много лет работала в науке. И у меня очень большая тяга помогать именно российской науке, поэтому я не хотела получать протез зарубежного производства. Это была прям принципиальная позиция. Я могла бы получить бионический протез раньше, но я ждала, когда появится в России кто-то, кто удовлетворит меня своим качеством. И появилась моторика, я сразу связалась с ними и таким образом стала самым первым пилотом-испытателем. В зарубежном ты не пользовалась? Нет. И как тебе качество изготовления, там, глючит, не глючит? Да-да-да. Я не пользовалась сама зарубежными протезами, но я их мерила. Да, мы в своем комьюнити можем обмениваться руками, можем себе позволить делать подобную вещь. И я очень много их держала в руках, собирала обратную связь от пользователей. И лично для себя разницы в качестве я не вижу. У меня не было никаких проблем с протезами. Были только в самом начале, потому что это был предыдущий протез, не этот. И он был самым первым, который сделала моторика. Поэтому, естественно, меня сразу предупредили, что возможны какие-то проблемы. И в самом начале я давала обратную связь по поводу всего, что меня не устраивало. И это все очень быстро фиксили. Но сейчас с этим протезом нет вообще никаких проблем. И даже больше я очень рада, что я пришла в моторику и что я поддержала именно российскую разработку, потому что для меня также важен внешний вид протезов. И зарубежные протезы не позволяют тебе выбрать его внешний вид. У них, как у телефонов, есть линейка. И ты можешь из этой линейки выбирать, но иногда там может быть всего два цвета. То есть эта линейка очень ограничена. Это не то, что там 11 цветов. Каждый мой протез, единственный в своем роде, единственный в мире. У меня есть протез, который обклеен голографической пленкой. Вот этот протез покрыт самой черной краской в мире, которая существует. Такого никто не делал, никто никогда не покрывал ей протезы. И я первый человек, и мне моторик идет навстречу, когда я говорю, ребят, вот существует такая краска, и я хочу попробовать ей покрыть протез. Это не та краска, которую BMW красили, что-то и там получилось черное пятно. Здесь хоть что-то видно. Нет, по-моему, BMW красили Wanta Black. Ее очень сложно наносить. Это не просто покрасить кисточкой. Ее наносят прям по особой методике. И также Wanta Black не продается. Это военная разработка, которая принадлежит только одной компании. А эта краска, она называется Mousseau Black. Ее делают в Японии. И Wanta Black поглощает 99,96%, а Mousseau поглощает 99,4%, что делает ее самой черной именно краской. До начала демонстрации производства хотелось бы пару слов сказать об отделе протезирования. Занятые тут люди во многом отвечают за то, насколько удобно будет человеку пользоваться конечным изделием. Сначала тут создается так называемый негатив, матрица, на основе которого создается позитив. Вот то, над чем сейчас работает специалист. Потом уже на его основе культиприемник. Работа в этом отделе над протезом занимает 2-3 рабочих дня из 2-4 недель, которые требуются для изготовления всего бионического протеза. Каждый, естественно, индивидуальный. И вот мы на производстве моторики. Можно сказать, что это мини-производство по сравнению с каким-то более крупным. А вот, например, по сравнению с той же репкой, здесь просто гигантское производство. Вот все начинается с того, что снимают слепки для будущих протезов. Потом из этих слепков льют вот такие вот части, которые потом попадают вот в эту зону на сканирование. Вот эта вот штука 3D-сканер. И сейчас происходит сканирование. Создается чертеж потом на основании вот этих вот всех данных. И отправляется дальше на уже проектировку, на изготовление потом конечного изделия. И вот после того, как все данные у нас готовы, спасибо, мы попадаем в другую, наверное, одну из самых важных зон для конечного пользователя, конечно же. Это отдел контроля. Он состоит здесь из двух частей. Вот тут вот проверяют на соответствие качество. Изделия, которые поступают от поставщиков, то есть моторика заказывает части, металлические части, пластиковые части. У отдельных поставщиков, которые их производят, там пальчики отдельные, они попадают сюда. Здесь их проверяют на соответствие тех чертежей, которых им дали, требований. И если все соответствует дальше, попадают вот сюда, на склад, такой вот небольшой, комплектацию, комплектацию, и отправляют все вместе уже в следующую зону, уже на сборку. И вот зона сборки. Сама первая. Здесь у нас собирается, здесь механические части. То есть вот, если можете заметить, там руки что-то сжимают, разжимают, то есть их проверяют, вся механика собирается тут. И надо на все вот эти вот кисти рук нанести, потом какие-то резиновые, силиконовые части. Это происходит здесь. Здесь этот силикон и отливают. То есть вот у них там печка есть специальная. То есть силикон вот они вот производят вот сами. Здесь же делают и электропроводимые окончания. В общем, то, что позволяет нам управлять емкостными экранами, там на тех же самых смартфонах. Еще у нас остается одна важная часть компонентов. Это электронные компоненты. И это происходит вот тут. Ну, точно такое же, можно сказать, помещение. Просто здесь занимаются другим делом. Вот там вот появятся платы. У нас мы попросили некоторые компоненты близко не показывать. Поэтому у всех, как вы знаете, есть свой секрет. На любом производстве мы приходим, что-то нас просят не показывать. Электроника. То есть, ну, с платы собираются и вся прочая электроника. И попадает на другие там сборочные столы. То есть и на проверку и тестирование. Вот здесь, например, находится кисть, которая занята сейчас стресс-тестом. Здесь применены новые материалы. Ну, какая-то новая вариация этой кисти. И нужно проверить, сколько она выдержит сжатий и разжатий. Вот в данном случае нам нужно что-то там по заданию теста более тысячи раз это сделать. И тогда она, может быть, тест пройдет. Вот так вот выглядит контейнер с готовым изделием. Вот он такой большой, потому что здесь находится плечо. Вот в таких вот тубусах находятся предплечья. Они несколько меньше. И теперь это готовое изделие попадает на выходной контроль качества. То есть это то же самое помещение, что и входное, да, то есть с отдельными деталями. Ну, и теперь вот итоговое изделие тестируют на соответствие всем нормам, правилам, требованиям, которым должен соответствовать вот этот протез. Ну, а мы с вами, наверное, пойдем все-таки посмотрим на отдел R&D. Все-таки нужно уже узнать, как проходит разработка. А это и есть тот самый отдел разработки, где создаются новые технологии в этом деле протезирования. И нас хотели познакомить сейчас с чем-то новым, чего пока еще нет. Все это очень хотят. Но будет это, наверное, только вот к следующему году. Говорят, что-то будет, что-то не будет. Ну, сейчас все подробно вам расскажут. Компания Моторика провела несколько этапов исследования по отчислению бионических протезов посредством нейростимуляции и имплантации электродов на периферическую и центральную нервную систему. В 2021 году подбирала группу пользователей, которые будут участвовать в этом исследовании для возможности вернуть утраченную способность после травмы для пациентов, для того, чтобы они смогли ощутить посредством протеза и имплантированных электродов какие-то чувства. То есть обратная связь. Все верно. Вообще протезирование идет по двум направлениям. Одно направление — это управление протезами, а другое направление — это сенсорика, передача обратной связи протеза на нервную систему человека для того, чтобы он смог вернуть свои утраченные способности, ощутить размеры предметов, почувствовать твердое, мягкое, горячее, холодное. И на первом этапе у нас было два добровольца после электротравмы с ампутацией верхних конечностей. По ощущениям пациенты описывали, что они испытывают фантомную боль. Фантомная боль — это боль руки, которой нет. Да, после травмы. Соответственно, остаются какие-то ощущения, которые, в принципе, можно характеризовать как жжение или, например, сдавливание руки, если это травма после сдавливания. И вот пациенты после электротравмы ощущали, как их рука горит. И по описанию это примерно так звучит. Представьте себе, что вы опустили руки в ведро с битумом, и битум просто более горячее или менее горячее, и эта температура меняется. И вот с такими ощущениями пациенты живут. Существует несколько методов лечения таких проблем, как фантомные боли. Это медикаментозный прием таблеток, либо купирование фантомной боли через нейростимуляцию, имплантацию электродов в центральную нервную систему. Центральная — это головной и спинной мозг, либо периферическая — это все, что отходит от спинного мозга. Соответственно, имплантировав электроды, это совместный наш проект с КолТех и Дальневосточный федеральный университет. Там мы оперировали наших пациентов. После того, как мы установили электроды, мы проводили стимуляцию для купирования фантомных болей. После этого мы проводили так называемое картирование. Это возможность почувствовать какие-то ощущения. При подаче тех или иных сигналов пациент чувствует в своей фантомной руке, допустим, покалывание, вибрацию, тепло, холод и так далее. После проведения этого картирования на одном из этапов исследований пользователь сказал, я ощущаю, как моя фантомная рука сжимается в кулак. Чем сильнее вы даете параметр стимуляции, тем сильнее она сжимается в кулак. Дальше уже техническая задача — это возможность разработать такого типа протез, который будет передавать эти сигналы на нейростимулятор с теми параметрами, которые будут передавать эти сигналы на нервную систему человека. И мы разработали собственные тензометрические датчики, а также протез, который позволяет передавать эти сигналы, интегрировав эти датчики в кончики пальцев. И вот как раз хотелось их показать. Вот такие тензометрические датчики, которые позволяют передавать сигналы кончиков пальцев на нейростимулятор ну и вследствие куда вот этот датчик этот датчик устанавливается непосредственно в палец и вот здесь вы можете попробовать вот взять это вибромотор и установлены я буду нажимать на просто оденьте на руку чтобы почувствовать да здесь задача заключается в следующем я буду передавать сигнал с тензометрического датчика на вибромотор и вы почувствуете как идет вибрация чувствуете да но не просто передавать сигнал с тензометрического датчика нужно изменять силу передачи сигналов и чем сильнее нажимаю тем сильнее вы чувствуете эту вибрацию как примерно наш палец который при прикосновении также чувствует какой силы и где мы дотронулись более того я могу разные датчики нажимать этот слабее этот сильнее вы тогда не по-разному даже все верно они будут по-разному работать и по-разному передавать сигнал вот эти сигналы позволяют передавать импульс на нейро стимулятор с теми параметрами которые запрограммированы для отчувствления и возможности передачи сигнала для ощущений с протеза на нервную систему получается он человек будет чувствовать вибрацию просто нет нет в данном случае мы сделали специально на вибрацию чтобы можно было объяснить если вы дотрагиваетесь до собственного пальца вы чувствуете не вибрацию вы чувствуете определенный сигнал который вам говорит о том сильно нажали слабо нажали где дотронулись и так далее так далее что есть соприкосновение соответственно то же самое здесь передача на стимулятор вызывает такие ощущения где есть соприкосновение и на первом этапе нам удалось добиться передачи сигнала с протеза на нервную систему человека и он без визуального контакта в специальной маске смог почувствовать размеры предметов большой и маленький то есть на грубо говоря нащупать что-то в темноте нащупать что-то в темноте и понять какого размера этот предмет там было два цилиндра большого размера и маленького размера на втором этапе мы подобрали новую группу пользователей которые также ощущали фантомные боли это позволило нам производить имплантацию электродов на нервную систему человека потому что если фантомных боли нет мы не можем имплантировать электроды для чувств и для чувствления самого протеза то есть вот здесь я не очень понял получается то что если у человека есть фантомные боли то можно вот этим заняться а если нету то потому что метод лечения для купирования фантомных болей существует и просто это позволило нам не проходить длительный путь исследований с животными это уже используется и применяется в лечении купирования фантомных болей нейро стимуляция периферической центральной нервной системы поэтому в нашем случае мы просто используйте технологии которые уже существуют их улучшили за счет передачи и настройки сигналов и передачи ощущений тех или иных для пациента ну и плюс мы использовали наши протезы и наши технологии которые позволяют передавать эти сигналы на нейро стимулятор на данный момент таких стимуляторов которые принимают сигналы от протеза и передают ее на нервную систему не существует вот мы как раз пытаемся разработать новый тип стимулятора который позволит не только решать проблему покупированию фантомных болей но и передавать сигналы с различных устройств. В данном случае это наши протезы-манифесты. На втором этапе мы подобрали уже трех пациентов с другими типами травмами. До этого были только предплечья. На втором этапе была кисть, предплечье и плечо. Три пользователя. Они также испытывали фантомную боль в разных характеристиках. Мы имплантировали электроды уже и на центральную, и на периферическую нервную систему для сравнения, а что же лучше и куда лучше подавать сигнал для купирования фантомных болей. Параллельно мы занимались еще и научной составляющей. Мы снимали ЭЭГ головного мозга и фиксировали, где же активность головного мозга собирает сигнал для боли. То есть, когда мы научились купировать фантомную боль, мы можем выключать или включать стимулятор, и боль может возвращаться или нет. И также мы провели и такой тип исследования, чтобы получить биологический маркер для того, чтобы действительно понять не просто по ощущениям пациента, а действительно смогли мы купировать фантомную боль или не смогли. По этому поводу у нас уже вышло несколько статей в научных журналах. Параллельно мы также подбирали сигналы и подумали, а почему бы нам не попробовать не только определять размеры большой-маленький, мы добавили еще средний размер цилиндра, чтобы улучшить моторику посредством определения протеза. Ну и также попробовать чувствовать твердое и мягкое. Как это происходит? Когда мы берем какой-то предмет, у нас есть маленький демпфер, когда мы сжимаем какой-то предмет и понимаем, мягкий он или твердый. И тем самым нам также удалось без визуального контроля и в данном случае еще и в наушниках, чтобы не слышать шум мотора и исключить все факторы риска, пациент полностью определял размеры предмета большой, средний, маленький, а также смог почувствовать твердое и мягкое. На третьем этапе мы подумали, если у нас получается с верхними конечностями, значит можно попробовать и с нижними конечностями. И у нас был один пользователь, которому мы имплантировали электроды также на центральную периферическую нервную систему и дальше после картирования понимали, какая поверхность находится под протезом для того, чтобы в дальнейшем возможность делать управление бионической ногой и дать возможность управлять стопой протеза. Ну мы когда ходим, наша стопа автоматически подстраивается под неровности при ходьбе по лестнице. В данном случае проблема с нижней конечностю в техническом плане не решена. Хотелось бы больше натурализовать. И вот как раз вопрос натурализации процессов и передача сигналов для управления уже системами, которые используют наши пользователи, вернуть им утраченные способности и помочь лучше управлять, более естественно натурализовать весь процесс. Если заглянуть немножко так вперед, не получается ли так, что вот такая разработка может быть полезна не только в случае, если у нас протез или там вот мы имитируем конечность, пытаемся почувствовать то, что мы не можем почувствовать, а, например, можем ли мы это интегрировать в какие-то устройства, которые мы надеваем на существующие руки для того, чтобы получать эти ощущения, не в виртуальном мире находясь или еще где-то. То есть куда-то дальше, чем для протезов такую технологию распространять. Да, можно почувствовать, да, можно имплантировать электроды, просто на данный момент медицина не позволяет такие технологии делать. Мы можем изменить... Индустрия красоты в данный момент очень сильно развивается и все могут сделать себе красивые формы, но при этом мы не можем имплантировать официально чип на рынке, это запрещено. Ты не можешь прийти в любую платную клинику и попросить поставить себе электроды или чип, если нет у тебя к этому назначения. Ну, допустим... А как же вот на Микроне там человек поставил себе? Ну, это NFC-метка, правда? Да, все верно. Я как раз смотрел ваш предыдущий выпуск, и вы рассказывали про NFC-метку, и вы четко отметили, что в данный момент для человека это запрещено, и он сам себе поставил. Я Микрон предложил новый тип устройства, который он также будет устанавливать себе самостоятельно. Официально? Ну, нет, я к тому, что если человек хочет и как бы ставит себе сам, типа. Ставит себе сам. Все, наверное, смотрели недавно новости про человека, который поставил себе чип в голову, в домашних условиях, потерял много крови, чуть не скончался, но поставил. Но, да, пока что результатов никаких нет. Но официально сейчас запрещено устанавливать какие-то либо вещи, да, импланты, которые именно с передачей сигналов на данный период времени. Поэтому, если чуть-чуть забежать вперед, первая страна в мире, которая откроет возможности имплантации устройств, которые помогут человеку управлять умным домом, возможность передачи ощущений и так далее, так далее, она откроет новые рынки, новые возможности для человека. Ну, все мы в пандемии почувствовали, как нам не хватало тепло близких наших родителей, и эти бы технологии позволили бы решить эту проблему, и объятия любимой мамы или бабушки или ребенка смогли бы передаваться просто на расстоянии, если бы эти технологии были открыты и развивались достаточно просто. Но это очень сложная процедура, и в нашем случае мы как раз сейчас занимаемся разработкой электродов и нейростимулятора с обратной связью, которая будет передавать сигнал с протеза на нервную систему человека для возможности отчувствления бионического протеза верхней и нижней конечностей. И вот мне показали, дали ощутить, что испытывает человек во время фантомных болей. Ну, не сами боли, да, вот чтобы я имел представление. То есть, воздействие идет на определенный нерв, а ощущается это совершенно в другом участке руки, в котором ничего на самом деле не происходит, но кажется, что где-то здесь там на руке происходит какие-то, что, ну, какое-то действие. Вот, а на самом деле, на самом деле воздействие идет совершенно в другом, в другом месте, и вот так вот это выглядит. Но о чем мы вот здесь говорим? Это как раз о двух вызовах в протезировании. Это обратная связь, о чем мы вот сейчас поговорили, в большей степени. И вот сейчас поговорим с другим специалистом уже о вопросах управления, интуитивного управления, наиболее интуитивного, чтобы не нужно было прилагать каких-то дополнительных усилий. Да, вот нам сейчас все про это расскажут и покажут. И вот сейчас Михаил, инженер, руководитель отдела человекомашинных интерфейсов, как раз-таки расскажет нам про управление, что нового они такого придумали и что скоро мы сможем увидеть в такого рода протезах. Дело в том, что конвенциональные методы управления, они все основаны на использовании электромиографических сигналов. В нашем случае, если мы работаем с протезами верхних конечностей при протезировании на уровне предплечья, то датчики электромиографические, они ставятся как раз на уровень предплечья в области мышц антагонистов, разгибателей, разгибателей кисти. Например, на этом протезе можно продемонстрировать, как я могу создавать наводки на электроды электромиографические, и протез может совершать действия открытия и закрытия, заранее запрограммированные с помощью нашего приложения. В нашем приложении можно настроить различные жесты таким образом, чтобы открытие и закрытие сопровождало переход между этими двумя жестами. Каждый палец можно отдельно настроить. Но в чем смысл получается и в чем большая проблема в этой системе управления? В том, что на самом деле эти датчики, они создают возможность управлять всего лишь двумя степенями свободы. То есть, например, если мы их устанавливаем на уровень предплечья мышц антагонистов, допустим, таким образом, то у меня будет движение тока открытия, закрытия, которое мы просто отдельно запрограммируем, но тем не менее информационно это всего лишь две степени свободы. Дело в том, что это управление, оно не является интуитивным для человека, и дополнительно для переключения между различными жестами, различными состояниями, нужно использовать дополнительное приложение, либо какие-то кнопочки там нажимать, переключение жестов. Это достаточно сильно влияет на пользовательский опыт. Скорость низкая, да? Скорее, больше дело именно в удобстве и в том, что мы называем натурализацией протеза. Под натурализацией мы подразумеваем то, что протез должен ощущаться как своя собственная рука. А использование неинтуитивных алгоритмов управления, паттернов управления для протеза, оно как раз вот эту натурализацию сильно портит. Для этого разные команды по-разному решают этот вопрос. Одним из направлений является использование, допустим, не двух датчиков, как вот у нас здесь, и как на самом деле в общепринятых сейчас системах протезирования бионических. А, допустим, много электродов использовать. Там 4, 6, 8, до 64 каналов можно доходить, вплоть покрывая все предплечье такой как бы плотной сеткой и распознавать различные движения вплоть до, скажем так, очень грубых, но тем не менее, движений отдельных пальцев. Такие направления есть. Они на самом деле достаточно активно развиваются, по крайней мере, в академической науке. Однако массово до рынка они не дошли, потому что они... Там есть ряд проблем, связанных именно с то, что называется генерализацией. То есть мы не можем, допустим, применить один алгоритм управления прям для всех-всех случаев, и мы должны заниматься индивидуально для каждого... Разработкой этих алгоритмов для каждого пользователя. Ну, или как-то, в общем, это технически решать. Другой путь в том, чтобы не экстенсивно увеличивать количество, допустим, электродов в одной модальности, электрической модальности, электромиографии, а в том, чтобы подключать дополнительные модальности для измерения состояния кисти, состояния конечности. В этом случае под модальностью мы подразумеваем независимые методы, условно-независимые методы измерения информации о состоянии конечности. Под модальностью мы подразумеваем условно-физически независимый метод измерения состояния конечности. Мы можем как раз, допустим, использовать электромиографию, это будет у нас электрическая модальность. Одновременно с этим мы можем, допустим, подключать оптическую модальность в том смысле, что мы можем использовать оптическое излучение для измерения состояния конечности. И в данном случае тот метод, который мы как раз разрабатывали, он основан на измерении прохождения оптического излучения через биологические ткани. В данном случае у нас это мышцы, связки, сухожилия, все, что связано с подкожными структурами. Дело в том, что из-за того, что ассоциированные с мышечной активностью движения подкожных структур, они с помощью данного метода обладают достаточно сильным соотношением сигнал-шум, который мы можем наблюдать на светопроницаемости. И этот метод, он в отличие от электромиографии, которую можно... То есть здесь какие-то оптические датчики стоят, да? Да, здесь оптические датчики, здесь есть излучатели и есть приемники оптического излучения. Данный датчик, он прикладывается на уровень предплечья, условно говоря, таким образом. Можно его здесь приложить. Но в данном случае вот этот форм-фактор, он на уровне предплечья, вот на уровне таких повреждений, для того, чтобы можно было измерять на самом деле движения подкожных структур, ассоциированные с отдельными движениями пальцев. И то, что нам удалось показать, что в отличие от электромиографии, этот метод, он может давать такую информацию, которая бы характеризовала абсолютное состояние конечности. В нашем случае нас интересует движение пальца. То есть мы можем найти корреляты, которые бы были, которые бы характеризовали движение, именно непрерывные движения отдельного пальца. Дело в том, что это наблюдается далеко не у всех пилотов. Поэтому в качестве продукта, в первую очередь, мы фокусируемся на том, чтобы с помощью такой системы сделать достаточно быструю и легкую систему, которая бы могла в режиме реального времени распознавать отдельные выполненные жесты. И в данном случае ближайший наш продукт, который мы будем выводить на рынок, он будет обладать гибридным управлением. Оптомиография будет использоваться для переключения жестов, интуитивного переключения жестов. А электромиография, она будет приводить к открытию и закрытию. Таким образом мы сможем решить как раз проблему... Совместить две технологии. Да, таким образом мы сможем совместить две технологии. И с одной стороны как раз мы интуитивно переключаем жесты. Например, там указательный жест, например, жест взятия, жест щипка. А с другой стороны мы можем оставить привычный для пользователей способ управления, к которому, условно говоря, они привыкли уже, основанный на электромиографии. Налейшим мы собираемся усложнять объединение этих двух методов для того, чтобы управлять движениями отдельных пальцев в непрерывном режиме. Когда вы уже покажете такой вид управления, когда уже может быть его посмотреть в серии? Дело в том, что серию мы планируем только на следующем, в следующий год. Сейчас у нас проходят пилотные испытания с различными пилотами. И, условно говоря, в наших условиях, в наших лабораторных условиях, мы уже показали то, что эта система реализуема. Понятно, что то, что называется в поле испытания этой системы, они вскроют еще огромное количество проблем, которых нам нужно будет технически инженерно решать. Но вот на данный момент мы достаточно оптимистично смотрим на эту технологию и на объединение с электромиографией. И вот как раз наша цель в следующем году сделать серийный такой образец. И до этого никто не догадался еще? То есть вы сделали это первыми или что-то подобное уже существует? Дело в том, что почти как и все любые новые технологии сейчас, они являются таким совмещением того, что уже было известно ранее, и чего-то нового. В данном случае под новым подразумевается, вообще во всем этом протезировании, под новым подразумевается использование, в первую очередь, энергоемких источников питания, это как раз вот эти батареи, с помощью как раз этих батарей и пошел бум вот этих вот новых бионических протезов нового поколения. А другое — это применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Так вот, дело в том, что сам принцип изменения светопроницаемости при выполнении каких-либо функций, он на самом деле был известен и в академии, и в науке, технике и так далее. Однако объединение вот этой технологии, ее, скажем так, масштабирование, ну как вот у нас, допустим, оно сделано, ее такое как бы затачивание под применение с протезами плюс дополнительное управление с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, вот такой технологии на рынке в законченном продукте ее еще нет. Соответственно, в данном случае мы здесь первые, и это у нас подтверждается еще нашими патентами авторскими. Поэтому действительно конкретно вот в этом узком сегменте мы являемся лидерами. Вы вот оговорились про искусственный интеллект, то есть машинное обучение здесь каким-то образом тоже участвует и на обученных моделях, потом работает сам по себе протез. Так я понимаю? Ну, то есть программное обеспечение помогает в большей степени? Да, это правда. Дело в том, что количество информации, которая поступает с одного такого датчика, оно намного больше той информации, на основе которой можно было бы запрограммировать какой-либо эвристический алгоритм, то есть тот, который, условно говоря, может человек, там инженер, там даже опытный программист, написать, там, условно говоря, от руки на каких-то своих, ну, интуитивных, условно говоря, правилах. Так вот, здесь нам уже приходится применять алгоритмы машинного обучения искусственного интеллекта, в том числе и искусственные нейронные сети. Ограничение заключается во всем этом применении в том, что оно все должно работать на встроенных вычислительных системах. В данном случае это мы говорим про микроконтроллер, который располагается вот здесь. То есть все вычисление, которое отвечает за принятие решения об управлении протезом, оно должно выполняться на вот таком маленьком кристалле микроконтроллера. Он сильно ограничен по памяти, он сильно ограничен по вычислительному бюджету. Соответственно, все алгоритмы, которые мы применяем здесь, они должны вписываться в этот вычислительный бюджет. Это достаточно сильное ограничение. И вот стандартные подходы машинного обучения и искусственный интеллект разработки этих систем, они как раз вот этот фактор, они не берут в учет при разработке. А у нас он является главным фактором. Почему мы не можем использовать такие мощные вычислительные системы, как, допустим, на стационарных компьютерах? Потому что мы, вообще говоря, в автономных системах ограничены еще по питанию. Наша система, она должна работать в режиме реального времени, постоянно принимать решения какие-то и при этом, опять же, не выходить уже за энергетический бюджет, который могут предоставить наши аккумуляторные батареи в наших протезах. Соответственно, из-за этого делается ограничение на выбор конкретного железа. В данном случае это просто микроконтроллеры. Можно применять ПЛИС для ускорения некоторых вычислений, но пока мы на уровне технологии микроконтроллеров работаем. В принципе, можно количественно увеличить вычислительный бюджет с помощью установки дополнительных, более специализированных микроконтроллеров, которые бы количественно увеличили бы способности, но некачественно. Это все равно было бы далеко от стационарных компьютеров с выделенными графическими картами для того, чтобы гонять в нейронные сети. То есть мы можем использовать стационарные компьютеры, большие вычислительные системы для того, чтобы обучать, но для того, чтобы выполнять этот алгоритм, нам приходится как раз делать скидку на то, что это будет на такой маленькой встроенной системе. Ну вот эти контроллеры, вы ощущаете их дефицит или нет? Мы ощущаем, безусловно, дефицит. И он, на самом деле, связан с двумя проблемами. С одной стороны, что, скажем так, мы начинали, по крайней мере, работать с тем поколением, которое уже, оказывается, оно просто отходит. Вот с другой стороны, что есть некоторые проблемы с дефицитом еще, которые были с ковидной эпохи, что некоторые ресурсы еще не восполнились. Но на самом деле для уровня разработки, который есть у нас сейчас, такой проблемы нет. Но тем не менее, мы, опять же, мы выбрали более слабую версию, условно говоря, этого микроконтроля, но у которой эти стоки очень большие для того, чтобы мы точно попали в серию. Чтобы они были всегда в наличии. Чтобы они были всегда в наличии. То есть мы, опять же, для поиска технического компромисса, инженерного, да, мы все-таки их наличие и доступность у поставщиков из дружественных стран, мы тоже делали, проводили дополнительный анализ при выборе компонентов. Ну, то есть это важно для вас, я понял. Пару слов хотел заметить у комплектующих. Мы говорили о контроллере, его аналог производят на микроне. Он получается дороже, но он есть и высокая степень локализации микроэлектронных компонентов в принципе возможна. Но за такой выбор отвечает высшее руководство, которому я также задал несколько вопросов. Прежде всего, меня интересовало, откуда вообще появилась компания. Изначально вся компания была создана двумя ребятами-инженерами, для которых это был больше проект, в котором они реализовывали свои идеи. В области 3D-печати, в области аддитивных технологий. И со временем они решили попробовать, как это может примениться для изготовления протезов для детей. И сначала это был больше такой способ, наверное, популяризировать саму 3D-печать. Это какой год? Какие годы? Это было 2015 примерно год. И сначала решили популяризировать саму 3D-печать через такое социальное действие, как изготовление протезов. Но дальше ребята погрузились в это и стали понимать, что целый класс изделий протезных отсутствует в России. И их предложение стало набирать спрос. Таким образом, два фаундера решили создать компанию, после чего развивать проект по классическому стартаперскому пути, привлекали инвестиции. На каком-то этапе к проекту присоединился я. И далее мы смогли развивать скорость, мы смогли развивать продуктовый ряд, привлечь инвестиции от двух фондов российских и за счет этого построить компанию, которая продает и в России, и за рубежом. Россия относится к числу тех стран, в которых государство для людей с инвалидностью полностью компенсирует. Но это, тем не менее, не снимает задачи по качеству продукта, по функциональности, по поддержке, по клиентскому сервису. И это, тем более, дает возможность, предлагая сюда новинки в области инженерии и того, что она называет искусственный интеллект, который мы сейчас применяем и создаем систему управления, которая на базе машинного обучения будет управлять протезом. Здесь и вопросы, связанные с инвазивными технологиями, с нейротехнологиями. Это все позволяет нам, с одной стороны, предлагать все более качественные, все более функциональные изделия для российского потребителя, для российских пользователей наших изделий и выдвигать продукцию за рубеж. Но компания непосредственно коммерческая, никакой благотворительности вы там не устраиваете? Компания является коммерческой, да, у нее ярко выражен социальный эффект есть, но мы, тем не менее, развиваем это как компания с глубокими технологиями в сфере медицинских устройств России и за рубежом. Но вы не единственные на этом рынке, правильно же ведь? И вот сколько стоит ваш протез? Значит, наш протез, во-первых, у них разный продуктовый вариант. Ну, понятно, понятно, есть модели средневные по цене около 200 тысяч рублей, есть усредненные модели около 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом, да, мы на рынке не единственные, есть зарубежные компании. Я имею в виду российские исключительно. С точки зрения России есть команды, компании, которые заявляют себя как производители-разработчики. И что-то у них там получается с разной степенью. Но мы в основном ориентируемся на то, а сколько уже произведено изделий и сколько клиентов есть. И в этом смысле мы уже близки к цифре в 6 тысяч, что позволяет нам опережать... 6 тысяч чего? В 6 тысяч протезов, которых мы произвели, и 6 тысяч клиентов, которые пользуются этими изделиями. Ну, на самом деле, вот столько лет вы существуете, такая... Ну, вот у вас есть и производство там свое, какое-никакое, у вас есть вот там шоурумы, и 6 тысяч, это, казалось бы, такая небольшая цифра, на самом деле, да? С одной стороны, да. Но это продукт, который мы делаем, нишевый. Ну, это понятно, конечно, да. Я к тому, что позволяет ли реализация поддерживать то количество человек, которые работают у вас, поддерживать достойные зарплаты, привлекать новых людей, возможно? Да. На сегодня компания обладает компетентными, очень высокооплачиваемыми сотрудниками. Абсолютно точно мы конкурируем здесь, ну, с, в том числе, гигантами в этой сфере, потому что специалисты в области искусственного интеллекта, в области микропроцессорного программного обеспечения, конструкторы, продуктологи, это все те, кто на расхват. При отсутствии зарубежных компонентов ваше производство встанет? То есть, насколько локализованы сами изделия, насколько локализована производство? Значит, локализация достигает до 90%. Мы на сегодняшний момент за рубежом покупаем микродвигатели и чипы. Микроконтроллеры, те же. Микроконтроллеры. Но по нашей просьбе, по нашему запросу, уже разрабатываются в России микродвигатели. Мы ожидаем уже скоро, в конце августа, получить их на тестирование. Посмотрим, как они себя покажут. И в целом, разработчик протезов, разработчик микродвигателей ориентирует нас, что к концу 2024 года микродвигатели будут здесь, в России, производиться. Так как эти двигатели важны не только и не столько для нас, сколько для беспилотных аппаратов, и для радио, и для робототехники, то мы думаем, что к концу года уже вопрос по микродвигателям в 2024 году будет закрыт. Чипы, микросхемы мы используем бытовые, то, что называется, широкого применения, у них нет каких-либо ограничений. Ну и здесь мы плотно работаем с Минпромторгом России для того, чтобы в свои программы по развитию электроники они добавляли те чипы, которые нам нужны. Вот вы выбрали такую модель производства, что вы собираете сами готовые устройства, вы его заказываете и потом собираете, но не производите детали сами. Почему? То есть вам не кажется, не пробовали ли вы делать их сами, не выходит ли это дешевле? Ну, в общем, вот причина-то есть к этому? То есть вы наверняка все считали? Да. На сегодняшний момент добавленная стоимость нашей компании и ее компетенции в умении создать продукт, который ожидает клиент и удовлетворяет его требованиям. Этот продукт конкурирует с мировыми производителями. После этого обеспечить маркетинг, продвижение, продажа этого продукта, обеспечить клиентский сервис и поддержку, обеспечить сборку. И мы изучали вопрос, мы несколько лет утратили на то, чтобы самим производить комплектующие. Но потом мы пришли к четкому пониманию, что модель аутсорсинга производства комплектующих более эффективна. Почему? Механообработка, изготовление из металла это станки. Станки это персонал, обслуживание, ремонт. У станков есть какой-то период модернизации, апгрейда. 3D-печать это тоже постоянный рост возможностей 3D-станков, их поддержка, обеспечение, что тоже стоит больших денег. И в целом, вот эта ниша и компетенция, связанная с производством, это вообще другая компетенция, сугубо производственная. И мы для себя четко приняли решение про производственную стратегию передачи на аутсорсинг комплектующих. Мы постоянно держим на контроле вопрос, когда объемы нашего производства подойдут к той отметке, при которой часть производства уже можно внутри себя развивать. Но на текущий момент, так как продукт нишевый, мы все-таки будем отдавать на аутсорсинг. Более того, эта модель аутсорсинга имеет следующие преимущества. Мы выдаем наши чертежи и параметры контроля качества. Получаем изделие, делаем входной контроль, отбраковываем. Нас интересует только то количество изделий, которое соответствует. Второе. Если нам нужно масштабировать кратно объемы, мы просто размещаем большее количество заказов у тех, у кого есть запасы производственных мощностей. Когда это все внутри тебя, то кратно вырасти очень сложно. И так как мы по факту растем ежегодно, год к году 100-120%, то это бы означало непрерывный рост производственных мощностей, что очень, не только капиталоемко, но и отнимает ресурс, времени всей команды. В этом смысле мы открыты к быстрому кратному росту. Ну понятно. То есть пусть все занимаются тем, что конкретно, что умеют. Да, разные подходы могут быть. Опять же, да, тут всегда есть вопрос, а какое количество мы будем производить, при котором окупается собственный станочный парк, собственный персонал, собственный склад комплектующих и собственный склад материалов и сырья. То есть тут все просто экономика. Есть ли у вас какие-то такие планы на будущее широкие? Возможно, вы сейчас присутствуете за рубежом, там где-то больше если вы пытаетесь нарастить, там свое присутствие, либо наоборот войти с чем-то новым, там еще вот о чем-то таком. Стратегия нашей компании предусматривает то, что мы, начав когда-то с узкой ниши, и это сегодня мы затронули, узкая ниша протезов рук, будем входить в рынок ассистивных технологий и устройств, на котором на этом рынке предлагаются решения как для людей с инвалидностью, так и для пожилых людей. И по нашим расчетам этот рынок до 50 миллиардов долларов достигнет к 31-му году. И стратегия компании предусматривает занять долю на этом, на мировом рынке. И в этом смысле мы активно ведем работу по изучению запросов, сбору потребностей, какие решения, в каких нишах будут востребованы. Вот почему, начав с протезов рук, мы сейчас уже добавляем в нашу некую протезы ног, которые сами будем разрабатывать, производить. К ним же добавляем нейрогенераторы, которые применяем для оккупирования фантомных болей после ампутации рук у нас. Потому что мы вот говорили совсем... К ним же мы будем добавлять решения в области ограничения по слуху, по зрению. Мы видим большой объем рынка в сфере ассистивных роботов для пожилых людей. И поэтому драйверы нашего роста компаний на долгосрочном периоде это зарубежные рынки. Даже сейчас наша продукция используется в 15 странах. Мы открыли компанию в этом году в Индии, свою дочернюю. Проходим все необходимые процедуры сертификации для того, чтобы работать на Юго-Восточной Азии через Индию. Мы очень плотно работаем со странами СНГ. И уже в этом году мы с высокой вероятностью зайдем на Ближний Восток, ведем переговоры об открытии там производства. И вот интересно к этому как раз к слову о странах. Скажите, пожалуйста, где еще компенсирует государство инвалидам приобретение протезов бионических в том числе и так далее? В общем, все страны можно разделить на три группы. Первая группа, в которой государство полностью обеспечивает действие инвалидности. Например, Россия к таким относится. Страны Евросоюза за счет страховых компаний и страховых фондов тоже полностью обеспечиваются. Есть государства, в которых самостоятельно люди за свои покупают. Ну, например, Индия. Вот в Индии вы как раз вышли, и там придется человеку покупать? Там люди покупают за свои деньги. Но в таких странах, как Индия, хорошо развита благотворительность, которая имеет большие фонды, большие деньги для этого. Плюс в той же Индии есть государственные закупки для нужд силовиков. Но тем не менее, есть страны, в которых люди покупают за свои полностью средства. А есть страны, в которых государство оплачивает некоторый базовый уровень, а если человек хочет больше функционал, больше опций, он доплачивает своих. Ну, при этом, Малайзия, Индонезия, близкие к таким системам. Первым тоже странам, которые полностью оплачивают, страны Ближнего Востока. Так как мы быстро растем, то нам очень нужны люди в команду. И микропроцессорные программисты, и электронщики, и робототехники. Нам нужны люди, которые управляют продуктами и способны продвигать продукты. Поэтому мы прям, как пылесос, активно собираем самых лучших, самых сильных, самых ярких, которые вместе с нами хотят создать мирового лидера в этом сегменте. Амбиции нашей команды стать мировым лидером. И есть наработки, в которых мы уже точно в топ-3 входим, ну там инвазивные истории, которые вы сегодня смотрели, те наработки по оккупированию фантомных болей и созданию протеза, с помощью которых можно ощущать и мозг воспринимает сигнал от электроники как сигнал от собственной руки, это прям лидирующая позиция. Поэтому все, кто ему интересно построить лидера, добро пожаловать. Ну вот будете лидером мировым, не зазнаетесь, не бросите родину. Был переломный момент, на котором мы приняли осознанное решение быть здесь в России. И до января текущего года наша главная компания была зарегистрирована за рубежом, но мы провели процедуру юридическую передамицеляции, мы вернулись, теперь наша холдинговая компания здесь в России, мы видим свое будущее здесь в России. Одним из этапов движения к лидерству будет выходить на биржу, и мы точно будем часть акции размещать здесь на бирже ММВБ. Так что мы себя полностью связываем с Россией и ее будущим. В самом конце я скажу о добровольцах, которые требуются для отдела разработки в моторике. И на этом экскурсия по компании в целом окончена. Но еще я хотел поговорить, можно сказать, о жизни с теми, кто этими самыми протезами пользуется. Вот понятно, да, что дают, если нет конечности, дают инвалидность, нерабочую группу, все такое. Но вот не все хотят, может быть, дома сидеть, кто-то наиболее активные люди. Ну вот смотри, например, там вы, там все такие активные, да, вот, кто-то хочет работать, и так далее. Так вот, куда берут, кого берут на работу, может быть, вот ваше комьюнити, опять же, разбирает эти какие-то вопросы. И как помогают протезы, вот там вот, опять же, с работой и так далее? Да, можно работать вообще кем угодно, если это не запрещено законодательно, потому что, например, врачом ты не можешь быть по закону, даже если у тебя нет части кисти, не то, что там полностью руки. Возможно, какие-то опасные профессии, типа там сотрудника МЧС или еще каких-то спецслужб, тоже, скорее всего, под запретом именно законодательно. Ты не можешь, например, поехать на станцию в Антарктиду. Но, если не брать в расчет настолько экстремальные кейсы, можно работать абсолютно кем угодно. Я лично была за жизнь ученым. Я работала в Академии наук в РАН, занималась микробиологией, занималась медицинской химией. Я была одной из немногих, кого допустили к живому вирусу ВИЧ, потому что Россия всего одна из двух стран, у которых вообще он есть. И это показывает, что ко мне был высокий уровень доверия. Если у тебя есть достаточно мозгового, грубо говоря, то никто уже не будет смотреть на количество рук, потому что я все выполняла, все было отлично. Меня оставляли одну в лаборатории, все эксперименты я проводила в одиночестве, даже опасные для моей жизни и для зданий, потому что были в том числе взрывоопасные вещества. Также я работала инструктором по верховой езде, поскольку я очень много лет занимаюсь верховой ездой. Я работала как в России, так и за рубежом. Так что за рубежом тоже это не было проблемой. Я писала владельцам конюшин, говорила, вот я такая-то, присылала там свои видео. Они такие, да, пожалуйста, несколько раз звали меня еще после этого. Также, да, работала репетитором по разным языкам, поскольку у меня хорошо получаются языки, работала кондитером. Даже кондитером? Да. Ну, я решила сменить немножко деятельность и при этом применять все еще знания химии и я готовила высокомолекулярные десерты, это была молекулярная кухня, поэтому, да, применяла свои знания химии в более приятном деле. Я хочу попробовать себя как актриса, как блогер, мне пока это интереснее. И у меня нет вообще никакого внутреннего ограничения, у меня нет чувства, что если я захочу какую-то профессию освоить, у меня это не получится. И я знаю людей с одной рукой, там, с одной ногой, без рук, без ног, которые также осваивали совершенно разные профессии. Все дело в мотивации, в желании. Понятно, что существуют, естественно, неадекватные работодатели, которые даже, если ты устраиваешься на работу в банке, могут сказать, мы тебя не возьмем, потому что ты будешь отталкивать клиентов, ты визуально не должен представлять наш банк. Но в некоторых местах даже есть плюс в том, что у тебя есть инвалидность, потому что в крупных компаниях существуют как квоты, выделенные места. Неужели квоты, да? Да, 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 да. Но это именно про крупные компании. В Яндекс, в Сбербанк, вот такие компании проще устроиться, если ты инвалид. В общем, им выгодно набирать. Если ты еще и действительно в профессии своей разбираешься, вообще потрясающе, тебя будут хантить даже больше и сильнее, чем других людей. Я работала также HR-ом в крупной компании, тоже в одной из крупнейших в мире. И меня взяли без одного из этапов собеседования как раз из-за этого, потому что им просто нужно было закрыть. Да, да, да. Я так вот, ну, как бы, я хорошо выполнял свои обязанности, всем очень нравилось, я считаю, что я внесла значительный вклад, но это к тому, что где-то даже может быть плюс и ограничений, да, точно нет никаких. Есть ли какая-то помощь? Да, есть, в плане в сообществе, да, существуют даже от государства в МФЦ вакансии, то есть ты можешь прийти и сказать, у меня группа инвалидности, вот такая-то, и я хочу найти работу, и они просто предложат вам работу без, как бы, ну, собеседования, без ничего, то есть вас просто возьмут, но это будет менее такой квалифицированный труд, типа сотрудника колл-центра или еще что-то. Ну, понятно. Да, но это если прям совсем отчаяться, но я не знаю никого, кто бы обратился туда. Да, 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 я не знаю никого, кто бы был вынужден к этому прибегнуть, да, потому что, ну, никаких проблем так-то на самом деле нет. Слушай, вот у меня был тоже разговор с Константином Дебликовым, наверное, ты знаешь, что это было. Да, конечно, мы знакомы. И после этого интервью мне писали в комментариях, что нельзя называть инвалидов инвалидами. Вот вы сами как относитесь к такой чрезмерной, корректной формулировке там или еще что-то? Это все очень индивидуально. Лично я считаю это невероятно глупым, потому что в прямом смысле у меня от государства есть справка, в которой написано «Справка об инвалидности выдана инвалиду Александре Вяткиной». Это официальный термин, в нем нет ничего плохого. Он изначально, если проследить его историю, он не содержал в себе никакого оскорбления. И если мы будем на это обижаться, то вот тогда он и станет оскорблением. А если мы не будем, то как бы... Мне кажется, что обижаются за вас другие люди, которые придумали это. Я честно, если кому-то действительно обидно слышать, что он инвалид, но не обидно слышать, что он человек с ограниченными возможностями здоровья, это очень странный человек, потому что смысл-то не в термине. Если бы тебя назвали, допустим, коллегой, да, это обидно, или немощным, да, вот там идет. Понятно, что человек уже заложил оскорбление в это слово, но в слово инвалид я не чувствую, что заложено какое-то оскорбление. Для меня это такой же термин, как, не знаю, женщины. Я не оскорбляюсь, когда меня называют женщиной или девушкой. Ну, это слово, которое придумали... Полуальтернативный мужчина. Да, да, да. Я не хочу, чтобы меня называли, как некоторые просят, там, не знаю, человек, которым инструируют или еще что-то. Ну, это... Да, для меня это действительно это уже перегибание палки. Я не считаю, что слово полный обиднее, чем человек с лишним весом. Хотя тоже сейчас идет тенденция заменять. Говорят, что нельзя вообще использовать многие прилагательные, нельзя использовать многие слова, потому что они не включают в себя человек и якобы этим они умоляют себя как личность. Поэтому им приятнее, что на первом месте человек, потому что на первом месте твои человеческие права и дальше человек с чем-то, но... То есть толстый человек обидно, а человек толстый не обидно? Нет, человек толстый тоже обидно, а вот человек с лишним весом нет, потому что ты как бы... Тебя никак не характеризовали, тебе просто дали какое-то... Я не знаю, в чем логика, я не понимаю. Мне, честно, кажется, это очень глупым, но я знаю людей, которые на это обижаются. Я не понимаю их. Ну вот в вашем комьюнити большинство как все-таки расстояние? Большинство считает, что это не обидное слово. Это корректно. Да, большинству все равно, потому что ну у тебя уже нет руки. Ну, как бы вот это может быть какой-то печальный факт, а то, как это назовут, не столь важно. И мне лично, например, даже обиднее человек с ограниченными возможностями, потому что я не считаю, что мои возможности ограничены. Я считаю, я считаю, что мои возможности шире, чем у очень многих людей. Да, у меня нет одной руки, но я из очень хорошей семьи, я получила хорошее образование, я была в 30 странах мира, я перепробовала кучу вообще профессий, я окончила один из лучших вузов мира. И я не понимаю, в чем мои ограничения. Я их не чувствую. Поэтому мне как раз обиднее, как будто бы кто-то пытается меня в чем-то ограничить, а вот слово инвалид, ну, термин как. Сергей, расскажи про свою вот историю, как получилось так, что ты потерял кисти рук? В 14 лет залез на высоковольтный столб, электротравма, и все, с тех пор у меня нет рук. Мне сейчас уже 38, я больше живу без рук, чем с руками. То есть ты даже и не помнишь, да? Нет, естественно, до 14 я много чего успел, вплоть до того, что я залез на столб самостоятельно, без каких-либо приспособлений, поэтому я и потерял руки, я везде лазил, ну, такой условный тарзан, которого ничего не остановит. И вот сейчас ты продолжаешь вести такую активную деятельность, то есть я вот, и там ты на скейте катаешься, кто-то скажет, ну, елки-палки, конец жизни, а ты прям... А что это, подожди, вот интересно, это возраст, вот человек, когда получает травму какую-то в раннем возрасте, или все-таки это вот какое-то внутреннее состояние человека, вот он там может быть и ребенком еще, а уже старик, грубо говоря, в душе, да? Вот что помогает вот вам, всем оставаться таким активным? Вот с кем вот я сегодня разговариваю, да? Скорее всего, это зависит от личности, то есть личность не унывает, идет вперед, несмотря на всякие обстоятельства, потому что, опять же, есть всякие примеры, поговорки, что пессимист везде видит черные, опять же, оптимист везде видит там цветы, условно, другой видит мухи, да? Так и мы смотрим на жизнь вперед, несмотря на обстоятельства, и мы можем увидеть много примеров у людей, у которых более сложные ситуации, они продолжают жить, потому что есть близкие, есть и какие-то увлечения, интересы, и можно найти смысл жизни, естественно, он меняется, жизнь меняется после такой ситуации, тем не менее, жизнь продолжается. Вот смотри, я видел, что ты работаешь в отделе РНД, и какая твоя дуласть, что ты там делаешь? Я тестирую протезы, то есть даже несмотря на то, что у меня... Вот новые прям разработки, да? Разработки, они не меняются за раз протезы, как и наша жизнь. Частично что-то меняется, естественно, какой-то узел новый, да, в электронике какая-то новая ступень. Естественно, надо протестировать, чтобы понять, что надо менять или перенастроить. И это дают мне, потому что это моя работа, я здесь почти 5 дней в неделю, с утра до вечера. И я всегда стараюсь, естественно, я не всегда пользуюсь протезами, но я стараюсь максимально много, не только в плане работы, но мне и самому интересно ими пользоваться, чтобы понять, где их край, чтобы дать обратную связь, чтобы продукт улучшился, потому что я тоже не совсем, не полностью доволен, ими хочется больше. Я имею в виду, не то, что именно этими протезами, а технологиями, которые есть на данный момент. Хочется, чтобы они были более функциональные, более доступные, и так далее, и тому подобное. И, естественно, надо вносить свой вклад, поэтому я рекомендую многим. Я тоже был таким человеком, который после травмы я 18 лет никакими протезами не пользовался. И к тому времени я уже привык, я вплоть до того, что я сам готовлю кушать, и так далее, и тому подобное, без протезов. Без протезов? Да. И почему? Потому что, когда возникает вопрос «А давай мы это сделаем, ну я уже все могу, для чего мне еще что-то делать, чтобы получить эти протезы? А что они мне дадут?» Когда мы узнаем, что они умеют, а я уже все могу, и без них, типа смысл. И только начиная пользоваться ими, мы даем, имея в виду, такие люди, как я, даем обратную связь, вносим свой вклад в развитие таких технологий, чтобы в будущем они были более функциональны. То есть только так можно внести свой вклад в развитие, чтобы они были более практичные. Слушай, ну вот не пользоваться протезом даже вредно, как я понял. Для односторонней травмы сто процентов. Вредно для двухсторонней травмы. Почему для односторонней травмы? Потому что у человека нет одной конечности, у него идет перекос в позвоночнике, даже и та часть мозга, которая отвечает за эту конечность, тоже халтурит, соответственно, уже на центральную нервную систему тоже не сто процентов. То есть ферекс, весь организм начинает меняться как-то? Потихоньку, но не в лучшую сторону, да. Для двусторонней травмы мои рекомендации, я рекомендую всем попробовать, потому что у меня просто был интерес попробовать. И я нашел применение им, может быть, года через полтора, где-то год я к ним скептически относился. Мне просто было интересно, и я что-то пробовал. Мне не было интересно, я перекладывал, я делал это без них. И для себя я нашел сноуборд, я занимаюсь профессиональным, и моя жизнь, качество моей жизни улучшилось в лучшую сторону. То есть я более спортивный образ жизни, более дисциплинированный, более здоровый. И это любимое мое занятие, на которое я трачу время и деньги. И я это очень люблю, и очень рад, что у меня так изменилась жизнь. Как происходит выбор? Вот опять же, вот сейчас мы с тобой про нестандартные говорили, да, человек может получить только конкретно какой-то вот определенный протез, или а за другую функциональность ему придется доплачивать. Или вот что, вот как здесь, почему у тебя простые, допустим, а у кого-то другого чуть более сложные, и так далее. Если не абстрагироваться вообще от того, что ты работаешь в моторике, и тебе может достаться, ну, просто так. Да, есть протезы, не выполняют все функции, которые мы хотим, которые мы излагаем на руки, на верхние конечности. И есть разные линейки протезов, которые подходят для одних ситуаций, есть для плавания, я слышал, ну, а-ля более спортивные. Ну, они, естественно, просто там, как идет ласта, да, одна. Есть у барышни, которая играет в волейбол. Ну, и все, они рассчитаны на какое-то основное действие. То есть, мы не можем иметь протез, который может все выполнять, все, что нам надо. И, соответственно, приходится выбирать, потому что, опять же, они тоже стоят, даже самые простые тоже стоят денег. И надо выбирать то, что ближе. И человек, как он может выбрать, это не как машина, где можно пойти в салон и сказать, давайте я немножко покатаюсь, я пойму, удобно, нравится, не нравится. Он может пойти, опять же, в компанию, ему покажут, только как ему не подключат к руке, не установят, потому что все это индивидуально делается. И я мог бы таким людям порекомендовать, посетить по возможности. Есть мероприятие, как Кибатлетика, где соревнуются люди с разными техническими средствами реабилитации, они выполняют разные бытовые функции с протезом рук, ног и так далее, и тому подобное. И тогда мы, такие пользователи, как я, также разработчики тоже собираются на таких мероприятиях, могут увидеть в деле, как работает протез. Можно пообщаться с пользователями и спросить, потому что есть пользователи, у которых разные опыты использования разных протезов. Спросить лично, что ему удобно, что ему нравится, что ему не нравится. Вот это, с моей точки зрения, самый оптимальный вариант. Ну, вот просто ты не сказал о том, что выбор-то возможен, да? То есть, возможно, человек может выбрать, не то, что мы же знаем, что ему компенсируют. То есть, вот это идет, у нас компенсация, затрат на протез, на стопроцентный. И вот, то есть, а выбрать он может любой? Да, он может выбрать любой, если... Сколько раз, за сколько, за какое время? В три года. Один раз, три года. Можно заменить протез. Да, верно. Ну, иногда бывают случаи, когда выписывают два вида протезов. Типа, один попроще, один посложнее. Но это редко бывает, потому что, условно, опять же, бюджеты не безграничны, и, как правило, выписывают один вид протеза. А это попроще? Ну, нет, бывает и посложнее. Бывает, люди рассказывали знакомые, за 5 миллионов зарубежный протез и в Архангельске. Потому что в Москве, опять же, все более-менее впереди Москва, России всей, условно. И гораздо проще получить и дорогостоящие протезы, и быстрее все это проходит, сбор документов и так далее, и тому подобное. И про барышню, она говорила, что ей условно пришлось бороться. Она года два где-то доказывала, что она достойна этого протеза, что ей его должны компенсировать. Но в итоге она очень довольна и рада этому всем хвалиться, что у нее есть такая рука. Как ты потерял свою руку, кисть? Я не терял, я все очень просто и банально. Я так и родился, называется врожденная плазея. Встречается один человек, живорожденный на 10 тысяч. Если спросишь причины, почему это происходит, вот до сих пор ученые не знают в 21 веке, почему это происходит. Но это происходит один ребенок на 10 тысяч. То есть это даже не редкость? Это не редкость, да. Это может выстрелить куда угодно, в руку, в ногу, внутренние органы, в уши, вот вообще любую часть тела. И ты тоже пользуешься, получается, протезами такого рода. Но, как ты сказал, ты бионически не очень. Я никогда не пользовался протезом. Первый мой протез, который я получил, это было примерно в 5-6 лет. Это был косметический протез. Мы люди без рук, называем его рукам манекена. Я с ним поигрался в течение дня, попугал мальчишек во дворе. А вечером пришел папа и увидел такую картину, что его сын, который вчера спокойно без протеза застегивал рубашку, пуговица такая достаточно очень мелкая моторика, и там с полуторой руками это сложно научиться сделать. И он понимает, что с ним протезом не могу застегнуть рубашку, которую я застегивал вчера. Подошел, посмотрел на меня, сказал мне, дай посмотреть свою руку. Я к наивным ребенок дал ему посмотреть. А там шел дождь, было открыто окно. И он просто так в окно и выкинул, и все. И в итоге, когда ты получил нормальный-то протез? Нормальный протез. Потом была история, что я не пользуюсь протезами где-то до 28 лет, пока не решил переехать из Хабаровска в Москву. Когда я переехал из Хабаровска в Москву, меня уволили с работы, потому что нет руки, нет работы. Да? Ну вот, это сейчас мы говорили с Сашей, она говорила, что в общем-то нет особых прям проблем. Да нет, есть. Расскажи со своей точки зрения. Это был 2013 год. Я решил переехать из Хабаровска в Москву. Попросил себе перевод внутри банка. Мне его одобрили. Я заранее сообщил о том, что у меня есть инвалидность. Мне сказали, что да, все нормально, классно, приезжай. Я приехал, прошел переобучение. Это порядка там около 10 дней это переобучение проходит на кредитного эксперта. И в конце, когда всем распределяли места, ну, кто куда поедет работать, все фамилии прозвучали, кроме моей, и я в этот момент понял, что сейчас будет какой-то интересный разговор, при том, что экзамен я сдал на отлично тогда. И к мне подошел директор по продажам и сказал, что, к сожалению, не можешь допустить меня до работы сотрудниками банка, с клиентами банка, потому что я выгляжу, по его мнению, непрезентабельным. Отпугивающе. Да. На мой вопрос, типа, почему? Говорит, ну, представь, что мы коммерческий банк, люди приходят отдать нам свои деньги, а там в окне сидишь ты. А что за банк? Слава богу, он уже закрылся, схлопнулся. Я ему, кстати, за последние 3 года отдам, мне кажется, больше 300-400 интервью, и в каждом физическом интервью он называл название этого банка, чтобы у них были хоть какие-то последствия после вот этого далеко неинклюзивного поступка. И слава богу, полтора года назад этот банк закрылся, схлопнулся, и мне хочется верить, что я хотя бы 2% приложил к тому, чтобы этот банк больше не существовал. Ну, это правда, зачем пользоваться таким банком, который так относится к своим сотрудникам? Вопрос, как он будет относиться к клиентам, если вы будете его клиентом? И вот, продолжая историю, меня уволили из банка, я подумал, блин, Москва большая, инклюзивная, компаний много, пойду найду работу. Так прошло еще больше 50 собеседований, где мне отказывали по причине нет руки, нет работы, ты классный, но нет. И какой-то из работодателей попросил протезы. Он говорит, слушай, мы тебя готовы взять внутрь офиса поработать, если у тебя будут протезы. Я думаю, ну ладно, окей, поеду в Хабаровск, получу протезы. 28 лет вернулся обратно в Хабаровск, получил 5 пластиковых рук, приехал к нему, положил так на стол, взял повертел их, такой типа, ну слушай, они выглядят крипово, они похожи на руку, надень ее. Я ее надел, он такой, блин, видно. У тебя там часы, ну, строй часами переход. Я скрываю часами переход, он говорит, нет, все равно видно. Опусти руках, я опускаю руках, он такой, я вот, я уже знаю, что это не рука, я это вижу. Там, позвонил там какой-то своей там галочке, пришла галочка, долго на меня смотрел, пыталась найти, что во мне не так, нашла, ну потому что даже в косметическом протезе все равно видно, что это не рука. И, соответственно, мы сказали, типа, ты классный, ну, видно, и поэтому тебя все равно не возьмем на работу, чтобы не отвечать на вопросы сотрудников, почему у нас работает человек без руки, что вообще у него с рукой. Это был мой второй опыт взаимодействия с протезами. Потом устроился нормальную работу в международную компанию фармацевтическую, проработал там 6 лет, и какой-то момент решил, что я хочу заниматься фотографией, но быть фотографом без руки, ну, такое. Ну, у тебя одно и нет, а... Ну, все равно такое, это, конечно, приходят, придут клиенты, и не хотелось, чтобы они воспринимали меня, как, знаю, там, благотворительность или что-то вот в этом роде. Я подумал, что нужно еще себе сделать классную маркетинговую остройку, а другие фотографы, ну, типа, фишка там, фотограф какой-то там супер роборукой, звучит вообще уже вау, как классно, давайте пойдем, мы попотаемся. И я начал искать в интернете, а что вообще произошло за то время, когда я интересовался протезами. Я обнаружил компанию Моторика, посмотрел их социальные сети, понял, что, блин, классно, классные протезы, классно выглядят, для меня это фишка. Начал оформлять себе льготу. В России все протезы можно получить бесплатно, но, несмотря на то, что есть вот такие классные социальные институты, которые позволяют тебе получить бесплатно техническое средство реабилитации, также есть другие классные институты под названием бюрократия. И вот об этой бюрократией я расшибся, целый год собирая документы, я живу в Москве, прописан в Хабаровске, и они там не могли понять, кто мне должен тот год выдать. В итоге это 21 письмо, и когда через год я получаю 21 письмо с 20 вложениями предыдущих писем, и понимаю, что меня отправляют сейчас туда, откуда я начинал год назад. Ну, тут моя психика не выдержала, я вспомнил про банк, что я ничего не сделал, промолчал, вспомнил про 50 отказов в работе, что я ничего не сделал, промолчал, нигде об этом не рассказывал. Но в этот момент я подумал, что, ну, наверное, третий урок, который мне должна была дать судьба, чтобы что-то поменять. И я взломал электронную почту гендиректора Моторики, написал ему свою историю, написал про то, что у ребят очень классный продукт, он мне очень нравится, и о нем, к сожалению, никто не знает, даже я весь такой технологически продвинутый парень, вообще совершенно случайно нашел их компанию, что про это нужно рассказывать, нужно показывать, если бы у меня была бы, не знаю, такая классная рука, то я бы уже за этот год, не знаю, снялся бы в двух клипах, сделал бы кучу фото, фоточек, дал бы 25 тысяч интервью, и вообще моя бы жизнь изменилась, и, соответственно, изменилась бы жизнь компании, потому что про это бы узнали бы многие, вот, и мне перезвонили на следующий день, сказали, вау, классно, приезжай, давай поговорим, обсудим. Мы начали сотрудничать, и я стал делать контент, в котором, в первую очередь, нуждался сам я, наверное, всю свою жизнь, показать классные примеры, что быть человеком с инвалидностью, это вообще не та верхняя уровня ассоциация, как обычно нас представляет в обществе, что это там общительный человек, что это человек, которого, скорее всего, плохо пахнет, возможно, по прошанничеству метро, что он не выходит из дома, что он десоциализирован, но вот у нас такая вот верхняя уровня ассоциация обществе про людей с инвалидностью, и плюс мне хотелось рассказать про то, что вообще могут современные гаджеты, современные технологии, помимо того, что он выглядит классно, это был мой личный запрос, чтобы протез выглядел классно, а потом обнаружилось в процессе создания контента и пилотирования протеза, что за классным дизайном скрывается еще и очень большой функционал, который ты можешь применить в жизни, включая там как бытовую, так и профессиональную сферу жизни. И вот так мы начали сотрудничать. Ну смотри, мне сейчас сказал директор моторики, что ну цена, средняя цена там около 2 миллионов. Это про Бионику? Да, про Бионику. Не кажется ли там вот эта цена очень высокой? Конечно кажется, но здесь нужно смотреть по-другому на эту историю. Давайте вспомним мобильные телефоны 20 лет назад. Это монохромный экранчик, маленький, это такой кирпич, там есть только три функции. Змейка, звонилка и смс-ка. И еще орехи можно им колоть, потому что... Крепкий корпус, да. Крепкий корпус, да. Но чтобы продукт стал массовым и дешевым, нужно большое количество пользователей. Сейчас мир, современный телефон в десятки раз, в сотни раз сложнее, чем самый навороченный протез в мире. Но при этом протез стоит в десятки раз дороже, чем самый крутой высокотехнологичный телефон. Это произошло только потому, что в телефонах есть потребность, есть массовый спрос. Массовый спрос. А на протезе нет массового спроса? А на протезе нет массового спроса. И это тоже проблема, которую, когда пришел я в компанию, мы начали решать с помощью инструментов маркетинга и популяризации протезирования. Нужно рассказать людям про то, что технология создана, она доступна, и грех ей не пользоваться, когда в России ты можешь технологию попробовать вообще абсолютно бесплатно. Просто приди и попробуй. Я никого не заставляю, не убеждаю, что тебе нужно с утра до вечера пользоваться протезом. Просто приди и попробуй эту технологию. Чем больше пользователей, тем дешевле будет конечный продукт. И цена в итоге с 2 миллионов когда-нибудь, я надеюсь, снизится до каких-то адекватных денег, когда любой человек сможет сам себе пойти и купить протез, если он работает и социально активен. А относительно зарубежных цен у них внутри стран там тоже... Гораздо дешевле. Дешевле получается? Гораздо дешевле. Я был в Америке и узнавал у пользователей, сколько у них стоят протезы. Там самая минимальная базовая стоимость протеза начинается от 70 тысяч долларов. Но там есть очень классная программа под названием ДМС, дополнительное медицинское страхование. Да, страховка эта стоит 500 долларов в месяц, которая покрывает все твои медицинские услуги, включая протезирование. Ты об этом знаешь, поэтому заранее покупаешь такую дорогую страховку и при этом эта страховка позволяет компенсировать тоже большую стоимость... То есть, я тут не понял немножко, ты же должен быть заранее застрахован. Или ты уже с травами можешь оформить эту страховку, заплатить 500 баксов, а они за тебя 70 тысяч. Да. Только тебе на 500 баксов будут платить какое-то такое нормальное количество времени. Это же контракт. И если сравнивать цены вообще за рубежом с российским аналогом, в России, конечно, дешевле. Гораздо дешевле. Ну, не знаю, там немецкие протезы стоят от 7 миллионов. Разговор о стоимости напомнил мне о традиции делать сборки товаров в роликах. Я подумал, а что у Ситилинка есть в разделе «Здоровье»? И нашел там в основном висы, антисептики и массажеры. Не густо. Зато появился раздел с электротранспортом, где есть электровелосипеды, гироскутеры и самокаты. Есть еще и обычные велики. В общем, я, как обычно, разместил в описании ссылки на интересные товары в этих категориях. Переходите по ссылкам. Это поддерживает наш канал. Спасибо. Ну, вот посмотрели, как работает компания. Я думал, они, ну, может быть, такая, чуть побогаче, да, то есть в каком-то отдельно стоящем здании. Ну, вот все в этом вот бизнес-центре, или я не знаю, как это назвать, находится. И выясняется, что вот в техмедицине это, ну, наверное, одна там из крупнейших у нас компаний. Вот, ну, может быть, не очень у нас все это развито. И еще выяснилось, что им требуется, вот о чем мы говорили в РНД-отделе, требуются им добровольцы, у которых уже есть ампутации, кто испытывает фантомные боли. Для того, чтобы сделать, помочь сделать компании протезы, которые будут помогать чувству, то есть очувствленные протезы. Ну, если вы подходите по этим параметрам, то обращайтесь там, на сайте есть у них вот эта вот форма, наверное, и ссылку я, наверное, размещу в описании. Тоже хочется помочь ребятам сделать в жизни людей, потерявших конечности, проще, лучше, ну, сами понимаете. Вот, а на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Есть еще у моторики, кстати, потребность. Это вот они сейчас начали разрабатывать ноги, протезы для ног, и хотят сотрудничать с кем-то, у кого какие-то наработки уже есть. Так что, если по сарафанному радио, да, то есть вы знаете кого-то, кто знает кого-то, кто занимается разработками, тоже сообщайте. В общем, друзья, спасибо вам за просмотр, всего вам хорошего, пока! Субтитры создавал DimaTorzok